В эфире «Город сегодня». Здравствуйте! Старая проблема, затихшая на несколько лет, вновь обострилась в нашей стране. Все больше людей попадают в сети азарта и становятся заложниками своей слабости к игре, будь то карты, электронные казино или ставки в букмекерских конторах. Десять лет назад в нашей стране начал действовать закон об игорном бизнесе, согласно которому все заведения подобного типа были вынесены подальше от жилых домов, а казино вообще только в разрешенные зоны. В Казахстане их две – на Капшагае и в Щучинске. До этого разгул азартных игр приобрел такие масштабы, что игровые автоматы, прозванные в народе однорукими бандитами, можно было встретить в любом магазинчике, даже на автобусной остановке или у себя во дворе. Люди несли туда последние деньги. Каждый надеялся, что ему точно достанется джекпот – самый крупный выигрыш. Однако за удачей непременно следовал проигрыш, и постепенно человек втягивался настолько, что мог проиграть и квартиру, и машину, и все, что имел. Сейчас ситуация возвращается. Только вместо казино и одноруких бандитов игроки делают ставки на спортивных тотализаторах и несут деньги в букмекерские конторы. О том, с какими проблемами сталкивается семья игромана, мы поговорим с нашей гостьей. По понятным причинам она просит не показывать ее лицо. Здравствуйте, Айгуль. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как возникла у вас такая сложная ситуация и в каком состоянии она сейчас? Ситуация эта жизненная у нас возникла года 4 назад, я так скажу. В то время только эти букмекерские конторы только начинали открываться. Сейчас они, соответственно, растут, как грибы после дождя. На тот момент этих букмекерских контор было не так уж и много. То есть были, да, в разных районах города. Изначально как бы осознанно у меня, так скажем, супруг туда пошел не сам играть, а его как бы позвали. Его уже там, например, друзья, соответственно, родственники. Просто чтобы провести время. Просто развлекались. После ужина, да. Просто развлечься. Соответственно, за вот эти 4 года сейчас, например, мы дошли до такой степени, что у нас, честно скажу, семья на грани развала. Почему? Потому что все то, чем мы живем, то есть мы живем только ссорами, болью, обидой. То есть вся проблема состоит в том, что все, что у меня, например, зарабатывает мой супруг, это уходит все на букмекерские конторы. Он работает? Работает, работает как бы неофициально, но зарабатывает неплохие деньги, я скажу так сразу. Но до дома деньги не доходят? До дома деньги не доходят. Соответственно, не то, что не доходят до дома, так они еще и даже на него самого не хватают. То есть в этих играх, то есть он, наверное, погряз весь, например, с головы до ног, что он даже, например, не тратит даже на себя деньги, нежели на ребенка, на меня, либо вообще на детей, либо на своих родителей. Во что он играет? Играет он в букмекерских конторах, во все только игры, которые там есть. То есть там есть, насколько я знаю, вот по разговорам с ним, я даже там бывала сама и не раз, то есть у меня были такие моменты, были такие дни, когда я даже его ждала, там сидела, то есть искала его. Если изначально я знала, где он играет, что он делает, то есть с кем он, то есть изначально я знала, я могла пойти туда, поискать его, там, например, подождать, если он там какую-то игру ему надо было докончить. То есть сейчас, соответственно, он уже все это перелосил в такую, например, бытовую проблему, что он не просто врет, уходит, например, да. То есть вы не знаете, сколько он денег проиграл, где это случилось? Узнаю это я после того, как он уже проигрывает, и спустя определенное время, потому что, соответственно, я так думаю, что это не только в нашей семье, это во всех семьях так сейчас, потому что разговаривают с женщинами, знакомыми. То есть у нас у всех проблемы одни и те же. А ваши родственники, друзья, кто-то знает об этом? Родственники, друзья, то есть сейчас я в это посвятила, наверное, его родителей, своих, например, то есть там братьев, сестер, ну, ни то, ни всех, потому что стыдно об этом говорить, честно. Просто, например, вот в нашем понимании, да, вот я, например, расскажу, вот я пожалуюсь на жизнь, там, на своего мужа, на кому-то, да, вот, ну, если ему, получается, психологически даже вот мы не можем помочь, вот что ему, кто ему поможет, либо кто его сможет вытащить из этой кабалы. А вот как он реагирует на ваши разговоры о том, что это нужно закончить, что, может быть, обратиться к психологу? Раньше, раньше, получается, да, он все это понимал, то есть не отрицал того, что надо как-то уже, не знаю, воедино браться, там, либо как-то прекращать всю эту игру. Сейчас, например, вот что говори ему, не говори, как об стенку гороху, я вот так вот скажу, например. Да, да, то есть я ему говорю, да, соглашается, слезы вот эти вот все. Вроде бы все понимает, вроде бы все понимает, но это до первого момента, пока у него появятся деньги. А сам он ощущает, насколько болезненно уже сейчас его положение? Ощущает, понимает. У нас был даже такой момент, что вот после проигрыша определенной крупной суммы, то есть на вот эти деньги нам нужны были, то есть мы их очень долго ждали, да, то есть нужны были определенные вот эти вот наши действия. Даже были у него под попытки суицида. Сейчас, например, я на него не могу вот так вот наседать, то есть я не могу ему сейчас прямо поставить вопрос ребром, потому что я боюсь просто того, что я с ним сейчас возьму, разведусь его и брошу его в таком положении, да, в такой ситуации трудной. То есть человек психологически как будто уже болен. Если сейчас, как супруга, я его, например, не вытащу, то есть просто он может, например, наложить на себя руки. Почему? Потому что он уже понимает и осознает, что если его не поддержать в данный момент, то есть он уже может просто наложить на себя руки, как бы и, то есть нет у него ни мотивации, ни стимула к дальнейшей нормальной жизни. Будучи мужчиной, он не следит за того, что сейчас на данный момент, не следит за того, что он играет там, например, да, проигрывает все свои деньги заработанные, да, но следит за того, что вот об этом узнает, например, весь белый свет, как бы сказать, либо еще кто-то посторонний. Как вы считаете, какие могут быть меры, какие пути могут быть для того, чтобы люди не попадали в такие ситуации? Не знаю, для меня вот сейчас, может быть, в моем положении, да, вот самое главное, мне кажется, сейчас надо закрыть все букмекские конторы. Я не знаю, не понимаю, почему их открывают, то есть они открываются ежедневно, если даже как бы и официально ли, неофициально ли эти букмекские конторы открываются, тоже для меня, например, это большой вопрос. Разговаривала с девочками, то есть с теми, например, кого играют мужья, братья, то есть, да, вот есть моменты еще, кто даже проигрывал свою машину, квартиры закладывали просто для того, чтобы, например, вот есть у меня вот знакомая, то есть, как бы, беда, она сближает, да, который вот супруг заложил квартиру в ипотеку, например, да, вот как бы в кредит он ее заложил. И эти деньги тоже проиграл. Эти деньги он просто проиграл. Айгуль, ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы вы вместе с вашим супругом нашли выход из этой ситуации, потому что положение действительно серьезное, и оно уже требует медицинского вмешательства. Да. Зависимость от игры – это болезнь. Психиатры определяют недуг как лудоманию. Говорят о трех стадиях заболевания. На первой стадии человек играет 2-3 раза в неделю ради удовольствия и при проигрыше вполне может остановиться. Вторая уже опаснее. Лудоман думает об игре постоянно, ищет варианты, готов заложить машину, квартиру в расчете на крупный выигрыш. Больные на третьей стадии ни о чем более думать не могут. Бросают работу и семью, посвящая всю свою жизнь игре. Здесь без помощи психиатра и изоляции больного уже не обойтись. Сейчас в правительстве обсуждают новые поправки в закон об игорном бизнесе. Возможно, под запрет попадут интернет-ресурсы, зарегистрированные в офшорных зонах и в других странах. Бизнес приносит средства для развития спорта, которые поступают от налоговых отчислений. Но нужны ли эти деньги здоровым людям, если они получены от потерянных для общества больных, которые приносят столько горя своим семьям и близким? Мы желаем вам взаимопонимания и удачи. Всего доброго. Это была программа «Город сегодня» и я, Марина Васильева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова